Первый твой дом в Липпете, он запомнится навсегда. То есть, тот дом, который ты видишь первым, ты будешь всегда ассоциировать зону ощущений и видеть все перед глазами еще долго. Да, и первым домом оказалась девятиэтажечка, за которую шли еще такие же девятиэтажечки. Просто огромное скелетное, стол, здание, совершенно серое, безжизненное и с черными окнами. То есть, там даже не подставал секундный храм. И ты идешь, и вот эта скелетичная цивилизация смотрит на тебя, дышит на тебя своими спорами и зоохами. И все. И по телу пошла трожь, по телу пошли мурашки, и ты понимаешь, что лоб она зацепила. И дальше все пошло просто. Мы прошли по главной улице города и добрались до нашей квартирки. Расскажу немножко о том, как мы проходили город. Чтобы вы понимали, свет в зоне учреждения есть только в трех местах. Это непосредственно атомная электростанция, и в городе Припять это контрольно-пропускной пункт, и база очистки воды. Все, больше света нигде нет. И мы в прямешней темноте идем по этому городу. Вот с главной улицы, такой же широкой, как эта, мы сворачиваем на какую-то лесную тропинку, и мы просто идем по лесу. Я вспоминаю тот лес, возле которого живу я. Точно такая же тропинка, но только деревья огромные, потому что по лесу сосны, сосны, сосны. Я думаю, ребята, мы все из города, выходим, почему здесь лес. И эта тропинка приводит нас к лесу к пятиэтажкам. И мы идем дальше, по этой же тропинке, опять эти же сосны, опять лес, лес, лес. И мы выходим по 16-тиэтажкам. И настолько там все заросло, что в этих потемках ты не видишь город, ты видишь лес, и вдруг ты выходишь, один шаг, два шага, три, на третий шаг, перед тобой неожиданно появляется огромный силуэт стани. Просто посреди леса.